Арклайт? Нептун, ты где? ДА ЧЕЁТ! Вот он! Вот он наш Нептуня! Всем море приветов, друзья и гости моего канала! Всем бугагашечки, Нептун здесь! Звать меня Виталий, и это необычные ночи с Нептуном на мобильной платформе. Конкретно я играю на андроиде, и я играю через эмулятор, поэтому не могу прям точно сказать, как эта игра будет работать на телефонах, у меня эмулятор, но все же давайте посмотрим на то, что из себя представляет игра. Во-первых, это не полная версия, то есть разработчик вот Артем, он выпустил лишь урезанную версию первую, и здесь вроде как только пара ночей. Во-вторых, некоторые моменты геймплейные немножко недоработаны, опять же, со слов разработчика. Ну и конечно могут быть баги. Ссылочку на скачку этой игрушки я помещу в описании под видео, на плеймаркет, конечно. Ну а мы, давайте приступаем к прохождению мобильной версии ночей с Нептуном. Необычных. Так, версия 1.4 демка. Подсказки давайте посмотрим. Ну, во-первых, во-первых, давайте посмотрим, что изменилось относительно игры на ПК. Во-первых, немножечко изменилось, ну, кадры видно, да, что они немножко обрывистые идут, то есть плавности здесь чуть поменьше. Ну, это понятное дело, чтобы сильно не перегружать мобильные аппараты. Вот, шрифт поменялся. То есть вот самый главный шрифт необычной ночи с Нептуном, он остался такой же, как и на ПК, а вот шрифт вот начать игру, подсказочки и прочее, он все-таки стал здесь более классическим, да? Так, слева и справа, приближается к двери офиса, близко, шарахнете его током. Вообще, на самом деле, было бы правильнее написать по нему током, чтобы он ушел обратно. Угу. Арклейтс. С его стороны, понятно. Видите? Так на камерах и взломать их, да? В правый коридор жмите на Вите, обнаружив его. Закройте левую дверь. Все, ладно. В общем, по механике вроде как ничего не поменялось, да? Давайте начать игру и посмотрим. Немножко цветность поменялась. Видно, что количество цветов на мобильных версиях поубавилось. Но самое главное, это геймплей. Виталий! Хорошо, без проблем. Держи двери. Я думаю, что сегодня у него троники будут неактивные. Так что можешь поспать или ознакомиться с камерами. Ну, все. Пока. Удачной ночи. Давай, пока-пока. Ну, как вы понимаете, все равно это эмулятор. Поэтому у вас не будет никакого курсорчика. Вы будете играть, тыкая пальчиком по всем этим активным зонам, да? Посмотреть можно направо, налево, вверх и, собственно, вниз. А вниз планшет, да? Давайте сначала с дверями разберемся. Так. Просто нажать. Угу. На клавиатуре раньше в ПК-версии нажимать нужно было W. А здесь просто чик. Ага. Появился значок двери. Нажимаем и выходим, да? Угу. Нужно тапать. То есть луч моего фонарика, он не идет за курсором. Вы должны просто тапать на экран вот так, водить пальчиком и освещать. Еще раз нажмем на дверь и вернемся обратно в офис. А молния это зарядить шокер. Ага. То есть зажимаем пальчиком здесь и не отпускаем. Повторное нажатие и удар током. Угу. Окей. Ну, на ПК-версии еще была шкала, показывающая сколько нужно набирать энергии. А здесь такой как бы, ну, шкалы нет. Я имею в виду границы шкалы. А не самой шкалы. Сама шкала-то есть. Границы не видно. Задыщ. А вот этот белый головастик, он был у меня в ПК-версии? Что-то я не помню. По-моему, это какая-то старая версия, да? По-моему, это реально старая версия коридора, потому что раньше был плакат с ФНАФ Плеем, помните? Вот здесь, где у него красные глаза горящие были. Теперь этого нет. Так, ладно, давайте вернемся обратно. Так, еще раз на дверь нажимаем и закрываем. Окей. Здесь у нас левая сторона открываем, также нажимаем на дверь и... Ну да, объектов значительно меньше. Пропали картины, пропали коробки. Коридор стал более такой пустой. Я не знаю, с чем это связано, это по идее же просто изображение, нет? То есть, чем меньше объектов, тем меньше лагает? Я не знаю, почему разработчик выбрал именно такую фишку. Я просто не мастер в переносах игр на мобильной платформе, поэтому не знаю, как все работает. Может быть, он убрал все лишние объекты, тогда игра не тормозить. Ну, тормозить перестало. Либо, ну это просто какой-то ранний билд у него был, да? Так, ладно, давайте обратно. И посмотрим, наверное, на камеру. Подожди. А-а-а, что-то я немножко протупил, друзья. Я понял, почему здесь так мало объектов на карте. Это же билд демки, видимо, разработчик взял за основу. То есть, не готовую версию ПК, последнюю самую, по всем нововведениям, да? А получается, он взял именно версию демки. Демоверсии. И камера номер 12 вообще не работает. Так, 13, 2. О, работают носики. Да, тут многих камер нет, например, камеры, где стоят Фокси и Венера. И камеры, где стоит ФНАФ Плей. Потому что ФНАФ Плей здесь нет. Здесь вообще никого нет, кроме вот Арклайты, Нептуна и Витя, да? Так, пасхалки. Пасхалки. О, работает носик у маленького Нептуна Плюшева. ФНАФ Плей тоже работает. А вот пасхалки Дельтарун нету, не работает. Понятно. Ну что, давайте дожидаем эту ночь и смотрим на вторую ночь. Еее, ночь пройдена. И так, кстати, было 6.01. Победа! Еее! Так, началась ночь номер 2. Фон Гая, кстати, нет. Что очень странно, он обычно каждую ночь говорил. Ну, хотя на самом деле в демке вроде бы его и не было на второй ночи, он был только на первой. Нам просто сказали, что нам нужно делать, сказали, что нам заплатят хорошую зарплату и мы сможем спокойненько спокойненько выжить, проследить за всеми аниматрониками и потом спокойно уйти домой. Парапапам, парапапам. Так. Ну что, давайте посмотрим, кто там начнет активность. По-моему, где-то с часа, да, начинается активность у них. Блин, можно было так по насядке понажимать именно в этот момент. Да, камера 12 все еще не работает. Печаль, беда. Зато есть прикольные логотипы Нептуна, Вити, ну и, конечно, плюшевый Орклайт и Нептун. Орклайтек. Здесь два ночи, кстати. Опа, побежал. Так, ну что, давайте будем прогонять Орклайтек. Бжж. Вон он, вдалеке. Помогает стенке не упасть. Придерживают ее. Ну что? Ого. Так, тут у нас, значит, запирать дверь, да, и ждать. Фишка такая же. Смотрите, разработчик добавил значок вот здесь, видели, снизу? Значок динамика, показывающий, что было это дыхание. То есть, видимо, разработчик понимает, что многие геймеры, ну, многие игроки, скорее всего, играют на телефонах без наушников, а там плохо слышно это дыхание. И вот это вот обозначение визуальное должно как-то облегчить людям игру, да, жизнь. Хотя эта фишка прикольная. То есть, можно даже без звука играть. Хотя, с другой стороны, все равно звук здесь очень важен будет. По звуку мы можем понимать, где, ну, пришел ли Витти, например, пришел ли Арклайт, ползает ли кто-то по шахте. Нет, звук здесь очень важен. Так, а Нептуня собираются приходить, нет? Так, погнали, посмотрим, что по камерам происходит. Не, Нептун вообще не хочет двигаться с места. Зато Орклайтик идет на второй заход, Хе-хе-хе. Давай, ждем тебя в гости. Хей! Обыдыщ! Дверь заперта. Да, также добавился опять значок звука. И, по-моему, здесь он уходит немножко дольше. Ну, уходит. В готовой ПК-версии, в последней версии, он, по-моему, немножко дольше ждет в дверях. Окей. Жалко, что ФНАФ Плей нет, хотел проверить здесь эту фишку. По-моему, в ранних версиях нельзя было, вот когда ФНАФ Плей подходит, ты закрываешь дверь, но нельзя было отворачиваться, то есть, как только мы отворачивались, дверь сама открывалась, как в случае с Орклайтом. То есть, когда он приходит, мы запираем двери, поворачиваемся, и дверь сама открывалась. То есть, нам нужно было обязательно на нее смотреть. С ФНАФ Плеем была такая же фишка. Вроде как, в ранних версиях. Я имею в виду в готовых версиях, теперь вроде в последней версии на ПК такой проблемы нет. Так, Нептун, ты там будешь вообще бегать, нет, чувак? О, неужели? Неужели? Убежал Нептуня? И где он? Орклайт? Нептун, ты где? Да че! Вот он! Вот он наш Нептуняу! А вот он постепенно подходит ко мне. Ух ты! Испурился! Так. Да блин, заходи. Нет, еще рано, но лучше все равно мы подзарядим наш шокер. Зато проверим, как это работает. Так. И вуаля! Нептуна больше нет. хе-хе-хе. Ну да. Довольно круто. Воу! А вот и наш Витя. Так, подожди. Он также здесь, да? Появляется, он уже просто на него нажать. Тып! И он исчезает. Ну, в рыбе все проверили. Все протестировали. И Витя, и Нептуна. и Орк Лайтика. Так, ну Орк Лайт сейчас зайдет и получит получит хорошую дверью. Пыщ! По щам! Хе-хе-хе. Иван, нефиг! Нефиг! Давай! Уходи! Кыш! Дыши! Во! Ну, друзья, смотрите, вполне себе рабочая демка необычных ночей с Нептуном. В принципе, работает точно так же, как и должна работать. на ПК. Правда, есть небольшие свои ухищрения, да? Насчет управления. В целом, очень даже неплохо. Всем советую поиграть. Хопа! Под конец ночи еще и Орк Лайт умудрился прийти. Ти-сссс! Вторая ночь пройдена. Вроде как, здесь только две ночи. Пока. Доступно, я уверен, что разработчик будет развивать мобильную версию и сделает полностью все ночи. Просто вы должны понять, друзья, что действительно перелопачивать механику под мобильные платформы все-таки нужно время, нужно постараться. То, что на компе мы удобно управляем мышкой, все делаем на клавиатуре отчасти, да? И геймплей нам можно приходить довольно трудные челленджи. То на мобильных платформах сделать это будет труднее. Поэтому разработчику нужно все продумать, продумать механику, геймплей, управление и сделать так, чтобы оно было приветливое и чтобы всем вам, друзья, было удобно играть. Мне, в принципе, понравилось. Жду полную версию. Не думаю, что я прям все буду проходить, но когда выйдет полная версия, я тоже сделаю небольшой обзорный видосик. Надеюсь, вам понравилось, друзья. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Это был Нептун, друзья. Всем желаю добра и позитива. Всем пока-пока.